Всем привет! Мне часто задают вопросы, в том числе мои студенты, о том, как настраивать гитару. То есть гриф, мензура и все остальное. Я сейчас быстренько это покажу. Хотя полно видео в интернете о том, как это делается. Я вот покажу прямо на примере своих. Ну, прежде всего, хочу сказать следующее, что заниматься необходимо на настроенной гитаре. Для многих это открытие, кстати. То есть не поленитесь, возьмите тюнер, проверьте все струны, да, что они все настроены. Здесь речь немножечко, на самом деле, о другом. Как настроить гриф, высоту струн и так далее. Я много раз уже говорил и говорю еще раз о том, что я рекомендую строить гитару вот так, как указывает производитель. Вот он указывает, что там над 12 ладом первая сторона должна такое расстояние иметь, а шестая там вот это расстояние. Вот так и делать. Я, по крайней мере, так и делаю. Вокруг этого уже можно немножечко плясать. То есть в любом случае никаких экстремальных значений здесь нет. Я хотел бы пару слов сказать, на самом деле, о настройке грифа, то есть прогиба грифа и о настройке мензуры. Сразу говорю, что я буду показывать все это достаточно так жестко и плотно, но ответственность в любом случае за ваш инструмент лежит на вас самих. То есть не надо мне писать, там, знаете, я взял отверстку, сломал нахер гриф, там, а вот теперь ты мне, вот ты говно, потому что ты мне посоветовал его отстраивать. Нет, говно это ты в этом случае. Итак, погнали. Значит, сразу насчет прогиба. Прогиб должен быть. То есть в струне надо где-то колебаться, соответственно, ей нужно пространство. Как его проверить? Проверить его достаточно легко. Вот многие проверяют по-разному, на самом деле. Я в одном из видео мастеров, работающих на суре, увидел такой метод. Мы берем, прижимаем струну третью, например, на последнем ладу, в моем случае это 22-й лад, и на первом ладу. И теперь мы берем и смотрим на расстояние до, к примеру, там, 10-го или 11-го лада, то есть до середины где-то. Есть ли оно там вообще? В идеале там должно быть, ну, 10-й то ли миллиметра, там, полмиллиметра, то есть должен быть небольшой зазор. Вот в моем случае сейчас расстояния этого там нет. Это значит, что гриф у меня выгнут вот туда, и струна лежит на грифе, и таким образом, она, получается, ей негде глибаться, она начинает дребезжать, там, задевать и так далее. Что мы тогда делаем? Мы берем, мы берем ключ для анкера и ослабляем его, чтобы он двинулся вот сюда. Для этого мы крутим его, ну, в данном случае, против часовой стрелки. Я крутаную его где-нибудь на четверть обороны. И помогаем ему прийти в это состояние. Опа! Теперь проверяем еще раз. Мы видим, что расстояние возникло, то есть оно теперь уже у нас есть. И струне, в общем-то, есть где перебаться. Можно чуть-чуть подкрутить гриф побольше, то есть расстояние слишком большое получилось, такое суровое. Вообще, рекомендую очень часто проверять гриф постоянно, потому что смена времени года, смена температуры, то есть была, например, жара-жарали, а потом начались там дожди, и температура упала там на 10 градусов средняя. Грифы, как правило, даже твердые, даже из клёна, они склонны насасывать воду, а если я уже гриф из краснухи, вот у меня был гриф из красного дерева, там вообще он как губка просто, он туда-сюда вот так вот болтался. Можно было настроить гитару, я с этим сталкивался, поэтому никогда не возил эту гитару на гастроли. Можно было настроить гитару перед саундчеком, выйти на чек, и гриф уже был куда-то внизу в сторону, настроить его еще раз, отыграть саундчек, поставить гитару, увидеть, что опять она поплыла, опять настроить гриф, выйти на концерт, и она у тебя не строится. Это такой геморр был, страшный. Здесь, конечно, ситуация получше, прием, все-таки дерево пожестче. Все, расстояние то, которое нужно. Дальше, после того, как отстроили гриф, естественно, опять же, настраиваем гитару, потому что струны либо натянутся больше, либо натянутся меньше, потому что гриф, соответственно, то есть, грубо говоря, расстояние от этой точки до этой, оно немного изменилось. Но, у нас есть еще немаловажная такая вещь, как настройка мензуры. Настройка мензуры регулируется положением вот этих седел. То есть, чем седло дальше или ближе находится к грифу, тем, соответственно, по разному настроена мензура. Как это настроить и как это проверить, я тоже сейчас покажу. Настраивается она очень просто. Условно говоря, мензура подразумевает, что у вас строй вот тут, вот на этой половине струны, и вот на этой половине струны должен быть одинаковый. Если так происходит, тогда она более-менее начинает строить по ладам. Как это проверить? Я проверяю это следующим образом. Я проверяю это по тюнеру. Мы берем флажолет на первой струне. Условно говоря, здесь проще всего воспринимать и думать об этом, что это колеблется, условно говоря, вот эта половина струны. Я сейчас врубаю тюнер и смотрим. Сразу же подстраиваем. Есть. Вот она строит. Она строит. А теперь берем нода на этом же 12-м году. Это будет уже вот эта половина струны работать. Вот она у меня сейчас ровно. Что происходит, когда мензура не строит? Я ее сейчас прямо сам испорчу. Может, и не испорчу. Не, не испорчу. Ну ладно, я сняю. У меня отвертка в другом месте. Я найду какую-нибудь сейчас струну, которую не строят. Вот. Вот, например, вторая струна. Флажолет выглядит так, то есть он немного низит. А здесь она немножечко, чуть-чуть выше звучит. Что это значит? Это значит, что вот эта половина, грубо говоря, у нас больше, чем вот эта половина. Соответственно, вот эту часть струны надо удлинить. Что для этого надо сделать? Надо вот эту кобылку отодвинуть туда. Вот туда. Правильно? То есть берем отвертку, тупо крутим, ну, на стратовской машинке, да? Берем отвертку, тупо крутим эту струну там. Ну, не знаю, я бы там подвинул на миллиметр, условно говоря. Настроил бы струну, еще раз проверил. Если надо, там еще подкрутил. То есть, иными словами, если флажолет звучит ниже, чем зажатая нота на 12-м ладон, это говорит о том, что вот эта часть струны, вот эта, короче, чем вот эта. Если наоборот, то, соответственно, наоборот, вот эта, короче, чем вот эта. И, соответственно, мы седлами вот этими положениями седел регулируем. Дальше, по поводу намотки струн, очень у многих возникают вопросы и проблемы по настройке именно на колках. У меня локовые колки, и на них предполагается, что не будет витков вообще. Собственно, в том числе из-за этого они строят, потому что витков нет. В общем-то, виток как таковой, это потенциальный нестрой. Почему? Потому что он, ну, на чем бы объяснить, показать, на любом шнуре. Что происходит с витком, когда, например, вы делаете там дайв рычагом, например. Вот у вас есть колок, на него намотана струна. Вот она намотана, и все хорошо. После этого, когда делаете дайв рычагом, условно говоря, натяжение ослабляется на какой-то момент, а потом струна натягивается назад. Но она может немножко тыться и в другое положение прийти, и начинает высить. Или в другое положение прийти, и начинает высить, к примеру. То есть, когда речь идет о настройке струны на обычных, на стандартных колоках, рекомендуется, я лично так и делал всегда, рекомендуется не делать больше двух витков. То есть, вот у вас струна, да, вы ее всунули в дырку, в колок, и вот я обычно делал так, например, раз виток под хвостом, и два виток над хвостом. Все, когда мы натягиваем струну, эти два витка, они фактически закусывают вот этот конец, который топчит оттуда, и, в общем-то, держится достаточно стабильно. Ну, достаточно, но не совсем супер стабильно, разумеется. То есть, это в любом случае будет расстраивающаяся конструкция всегда, как бы мы этого не делали. На локовых колках витков нет вообще, то есть, соответственно, следите в том числе и за этим. То есть, когда я вижу у людей, там, человек жалуется, он мне гитару не строит, смотришь на голову грифа, у него это выглядит вот так, я без шуток, да я сам так делал, как-то у него выглядит это вот так вот. Ну, хочется сказать, ну, ты еще там олово капни, припаяй. То есть, ну, это, конечно, бредятина. И все. Вот, в общем-то, и есть пара таких самых основных слов о том, как настраивается гитара. Разумеется, необходимо следить, в том числе, за чисто техническим состоянием гитары. Ну, то есть, например, часто гитара не строит из-за того, что у вас, например, машинка, и у нее полностью убиты ножи, убиты винты вот эти опорные. И она просто там, условно говоря, это эффект памяти. То есть, мы отогнули машинку вниз, она немножечко ниже осталась. Мы ее отогнули наверх, она немножечко выше осталась. То есть, это тоже бывает. Плюс это подсмазывать, чистить, разумеется, да, там, разбирать время от времени. Ну, время от времени это не раз в неделю, разумеется. Это там, ну, раз в два года там. Больше этого не нужно. И положение, вернее, состояние вот этого порожка. Дело в том, что на этой гитаре, несмотря на то, что она новая будет стоить, ну, я думаю, под пятерку как минимум, у нее был какой-то абсолютно сраный адский пластиковый порожек. И только после того, как мы применяли его на хвост, струны начали нормально в нем скользить внутри. И тогда она стала прилично строить и держать эту стройку. А иначе очень часто бывает ситуация, когда струна, например, в порожке, и струна порожек ее немного закусывает. То есть, мы, например, делаем подтяжку, она вперед вот так поднатягивается, а назад возвращается чуть меньше, потому что порожек ее не пускают. И все, и тоже происходит вот такое говнище. Все, настраивайте гитары, играйте, занимайтесь музыкой. Всем пока.